Друзья мои, вчера произошел очень необычный случай, о котором я сейчас хочу рассказать. И я сделал вывод, что технологии продвинулись сильно дальше, и банки уже начали видеть, распознавать образы. То есть к вопросу о программировании, о Пайтоне и прочем-прочем. Рассказываю. Смотрите, сейчас я занялся лечением зубов опять, чтобы все было хорошо у меня, чтобы они не болели. Пока есть возможность. И, ну там, вставляем планты всякие и так далее. Это дорого. Поистратился. И, ну там, жене поступили деньги на карточку Сбербанка. Со Сбербанка переводил. У меня нет Сбербанка, поэтому на жену поступили. И я говорю у жене, я говорю, давай пойдем снимем эти деньги, я переложу их в Тинькофф. Переводить со Сбербанка, вы знаете, это комиссия. А комиссии я не плачу. Жене было в лом ехать до банкомата со мной. Она сказала, ну, возьми мою карточку, вот тебе мой пин-код, снимешь деньги. Мы как делали раньше, в принципе, нормально. Логично. Подхожу вчера к банкомату, запихиваю ее карточку, ввожу пин-код. Говорю, дай мне денег. Вот. И банкомат начинает считать деньги. Там считает, 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 считает деньги. Считает, считает, там считает деньги. А сам на меня, похоже, посмотревает банкомат. Если кто не знал, во всех банкоматах, сверху или снизу, там есть такое черное стеклышко. Оно не совсем черное, оно полупрозрачное. Это окошечко. За окошечком стоит камера. На камеру снимается тот человек, который снимает деньги. Который, ну, как бы с банкоматом взаимодействует. Ведется съемка. Эта съемка записывается в непрерывном режиме на SD-карту, которая тоже встроена в каждый банкомат. И, соответственно, ну, там хранится. Она пишется по циклу. Там, когда объемы заканчиваются, значит, там стирается самая старая запись. Начинается новая. Но там хранятся записи про всех людей, которые взаимодействуют с банкоматом за последний месяц или две недели. Я это знаю, я узнавал в банке. Когда пытался помочь человеку вернуть деньги, которые у него сняли с карточки. Вот. Мне так объяснили, что да, есть такая информация. Просто надо извлечь эту карточку. И извлечь оттуда информацию. И, значит, если вы скажете время, то по этому времени они найдут человека, который снимал эти деньги. Ну, если вы не знали. Вот. Ну, это, естественно, хорошая штука, потому что это защита от всяких мошенников, от всяких там воров, которые украли карточку. И если на карточке написан пин-код, почему бы ему не пойти и не снять деньги с банкомата. И вот приходит такой мошенник и, значит, пытается снять, и ему банкомат не дает. Хорошо? Хорошо. Ну, я не мошенник. Жена дала мне карточку. Я снимаю деньги. Ну, я вот пока рассказываю, это банкомат считает деньги, да, понимаете, да? А потом, значит, хресь. Э-э-э-э-э-э-э-э-э. Я уже держу руку, чтобы карточку забрать, потому что сначала банкомат выдает карточку, а потом только деньги. Ну, банкомат начинает что-то печатать. И выползает бумажка. Вот. Я смотрю, и написано, что... А мы решили тебе не давать деньги. И эта сумма будет возвращена на счет в течение 24 часов. А если не будет возвращена, обратитесь, пожалуйста, в банк. Нормально так. И выдает карточку. И какие у меня мысли. Ну, значит, мысли две. Эти деньги поступили только накануне на счет жены. И теоретически банк мог заблокировать эту карточку и потребовать документы от владельца счета, что это деньги не за коммерческую деятельность, что человек не нарушает законы и, значит, там исправно платит налоги. Тогда, значит, если этот вариант, то, по идее, деньги не должны вернуться сами. А за ними придется идти, показывать вот этот самый чек и идти объясняться. А банк будет запрашивать какие-то объяснения о том, откуда взялись эти деньги. И, ну, сумма там была такая, 65 тысяч, там, ни много, ни мало, нормальная сумма. Вот. Но, как бы, это, там, ну, не на продукты, короче говоря, понятно. Мне надо было отдать кредит, ну, там, часть кредита, чтобы без процентов был кредит. А, прихожу домой, спрашиваю у жены, говорю, посмотри на счет. Она говорит, деньги вернулись. Значит, второй вариант. Друзья мои, я как программист, вот сейчас и логику всякую расписываю. Значит, второй вариант. Банкомат при выдаче денег смотрит, там, сумма превышает, например, 50 тысяч. Ну, например, то есть есть порог. Вот, то есть если нет порога, то что заморачиваться, пускай забирает. Вот, не, я не знаю насчет порога, потому что порог был явно превышен, там, сказать, сумма не такая маленькая. И, соответственно, он считает и думает, а надо ли выдавать. И смотрит, а кто снимает деньги. Ну, вы понимаете, что я не похож, ну, как бы, вряд ли я Ольга. Вот, может быть, он это понял. А может быть, у него хранится изображение владельца счета. Ну, наверняка хранится, я просто уверен, что хранится. Хотя она утверждает, что банк не фотографировал ее, когда выдавал карточку. Я говорю, да, когда счет оформлял, фотографировал. Ну, она говорит, не фотографировал. Ну, не может такого быть. Вот, то есть, у банка есть фотография ваша. И я думаю, что банк научился сравнивать вашу фотографию, которая хранится у него, с тем человеком, который снимает деньги. Понимаете? Ну, он видит, что, блин, Ольга с бородой, ага. И не выдает деньги. Вот такая история со мной приключилась. Почему я говорю Python? Потому что, ну, как раз там, я сейчас занимаюсь обучением по специальности Data Science в Skill Factory. Сейчас я завершаю обучение по основам языка Python, то есть полностью. Ну, как основы? Там все досконально. Вот. Всякие итерации проскочил. Сейчас повторение и все такое прочее. Вот. Дальше идет следующий этап. Это изучение библиотек, взаимодействие с ними, объектно-ориентированное программирование. Ну, и, значит, там графики и прочее-прочее-прочее. А потом дальше анализ данных, разведывательный анализ данных называется. Вот. И... Ну, и так далее и тому подобное. И один из разделов там есть, конечно же, работа с изображениями, распознавание образов и так далее, и так далее. Интереснейшая тема. Вот. Ну, вряд ли я этим планирую заниматься, если честно. Но тема интересная. Она существует. Это опять мусор. Я тут собираю. Тема интереснейшая. И все это работает. Там есть масса-масса всяких приложений, одно из которых, вариант из которых, я вам только что описал. Вот такая история. Так что... Смотрите, учитывайте это. То есть, если вы хотите снять деньги с карточки жены, то это должна делать все-таки жена, похоже. То есть, я думаю, что это не все банки пока ввели. И более того, я думаю, что это может быть только Сбербанк. Но кто у нас впереди планеты всей, это Тинькофф. Поэтому не за горами тут же должен ввести Тинькофф такую штуку. Ну и далее все остальные банки. Потому что Россия все-таки в этом смысле находится на передовых рубежах во всяких информационных технологиях. Вот. Сейчас попытаются это дело уничтожить на эти передовые рубежи в технологиях. Насколько я понимаю, сознательно или не знаю как. Вот. Ну, то есть, всех айтишников за бугор ну, как бы вынуждают, не вынуждают, но они и уезжают почему-то. Потому что айтишники всегда найдут себе применение в любой стране, их с радостью берут. Вот. А в России они явно не нужны, судя по текущей политике. поэтому ну, вот те рубежи, которые достигнуты, дай бог, чтобы они сохранились. Очень хочется в это верить. Вот. И я очень надеюсь, что все это будет развиваться и будет развиваться в нужном направлении, потому что все эти технологии могут применяться и совсем не так. Тут прочитал опять же сообщение, что есть такая штука там РГСУ, по-моему, да? Вот. И там то ли ректор, ну, не ректор, вряд ли, запкафедрой, по-моему, РГСУ считает, что действительно нужно вводить социальные рейтинги, например, да? Что такое социальный рейтинг? Ну, это когда тебе присваивают рейтинг. Каждому человеку можно присвоить рейтинг о том, ну, как бы, насколько он сознательный человек. И она говорит, что да, я считаю, что это правильно, что это нормально, вот, потому что ну, это касается избирательного права и всякой демократии. И сейчас идет дискуссия о том, нужна ли демократия в чистом виде, когда один человек, один голос. Потому что есть разные люди, которые, как она говорит, что эти разные люди вносят разный вклад в развитие общества. И поэтому те люди, которые наибольший вклад в развитие общества, в развитие общества в правильном направлении, значит, в развитии, да, не в регресс, то эти люди должны иметь больший вес при учете голосования. а те, кто, как она выразилась, сидит на засаленном диване, значит, смакует там какую-то фигню всякую с чипсами, ну, и ни о чем не хочет думать, то, как бы, его голос либо совсем не учитывает, либо, значит, один к сорока, например, да, понимаете? Вот. В принципе, идея хорошая, потому что действительно должны голосовать разумные люди, а неразумных, в общем, не стоит туда допускать, но весь вопрос в том, кто будет оценивать вот эти критерии разумности человека или неразумности. Поэтому здесь прямой путь к тоталитарному обществу, когда если ты не поддерживаешь Путина, то тебе и право голоса не дадут, вот и все, и поэтому 100% например проголосуют за Путина. Ну, естественно, власть это не поддерживает, и слава богу, но речь идет о том, что такие рейтинги есть уже в Китае, и они учитываются, ну, наверное, не при голосовании, а может и при голосовании, кто знает, какая там система, вот, но при выдаче кредитов это определенно совершенно учитывается, то есть, если человек там намыливается куда-то за границу, есть вероятность того, что он не отдаст кредит, например, или что он не лоялен государству, что он не поддерживает, например, курс Коммунистической партии Китая на улучшение уровня благосостояния китайцев простых, то, соответственно, ну и зачем ему давать кредит, если он не хочет развивать этот самый уровень благосостояния. логично же, логично, поэтому и не надо ему кредит давать, вот, если он не хочет этого, так и не надо, вот, поэтому, значит, идея с рейтингами, она существует, рейтинги в разных вариантах, в разных сообществах, они появляются по-любому, они ведутся, уже есть механизмы расчета, там и так далее, и так далее, важны критерии, вот, поэтому, я не знаю, что будет, но насчет избирательного права пока говорить, естественно, рано. Ну, я уже забрел немножечко, факт тот, что технологии развиваются, для того, чтобы быть на острие, конечно же, все государства заинтересованы в том, чтобы быть наверху, развитие, на острие развитие, вот, поэтому все страны приглашают к себе умных людей, самых умных, не умных, наоборот, не приглашают, в первую очередь, айтишников все хотят, чтобы они ехали, поэтому, будьте айтишниками, развивайтесь, изучайте всякий питон, для того, чтобы быть на высоте, Python, не питон, вот, на сегодня все, лайк, подписка, до встречи, с вами был Дмитрий Юрьевич. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,